Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала! Меня зовут Игорь, я эксперт по растениям, и сегодня я вам расскажу про черешню. Еще буквально лет 50 тому назад черешня считалась сугубо южным растением и встречалась только в южных регионах. Но благодаря селекционной работе, в общем-то, благодаря тому, что произошло общее потепление климата, черешню сейчас можно встретить на территории Украины уж точно в любом месте. Главное при выборе черешни правильно подобрать сорта. Не берите экземпляры с юга, покупайте в своих садовых центрах, приспособленные к вашим климатическим условиям. При покупке саженца черешни имейте в виду, как правило, это растение перекрестноопыляемое. То есть, для того, чтобы она хорошо плодоносила, желательно, чтобы где-то рядом у вас на участке или у соседей на участке тоже были сорта какие-то черешни, причем желательно цветущие в одно и то же время. Но для Украины есть довольно простой выход. Дело в том, что вишня также очень хорошо опыляет черешню. Собственно говоря, есть и самоплодные сорта черешни, но им также для хорошего плодоношения не помешает еще один сосед. При покупке саженца черешни обязательно имейте в виду, до сих пор, к сожалению, не выведено сортов низкорослых, хотя кое-какие успехи уже в этом плане есть. Как правило, дерево черешни вырастает размером до 10 метров в высоту, соответственно, и крона достаточно широкая, то есть займет на участке вашем достаточно много мест. Плодоносить фактически начинает уже на 3-4 год вот такой саженец, но своего пика плодоношения, максимума, он достигнет только где-то на 10-й год. На сегодняшний день выведено порядка 4000 сортов черешни, представьте себе, но все они делятся на две большие группы, которые называются бегара и гинни. Вот сорта бегара имеют крупные ягоды с плотной такой упругой, хрустящей, как часто говорят, мякотью. Как правило, это сорта среднего и позднего сроков созревания, они годятся и для потребления в свежем виде, и для консервирования. Вот гинни, наоборот, как правило, это сорта раннего срока созревания, у них сочная сладкая мякоть, но они для консервирования совершенно непригодны, и в основном используются только как столовые сорта для еды. Как всегда, начинать правильную посадку стоит с выбора места. Так вот, имейте в виду, что черешня очень любит солнечные, хорошо освещенные места, плодородные почвы, совершенно не любит тяжелых глинистых почв, при этом, как я уже сказал, вырастает достаточно большой. Поэтому садить ее надо так, чтобы расстояние между соседними растениями было как минимум 5 метров. Также черешня очень не любит сильного ветра, вот это все стоит учитывать. Когда ее садить? Ну, если вы живете в северных районах, где достаточно сильные морозы, я бы не стал рисковать, и посадку бы оставил до весны. Если же в южных районах, где зимы более-менее мягкие, можно садить и осенью. Ну, вы уже знаете прекрасно, что контейнерные культуры, которые сейчас в основном преобладают в садовых центрах, контейнерные культуры можно садить практически в любое время года, ну, за исключением морозных дней зимы. Теперь поговорим о том, как правильно сажать черешню. Ну, во-первых, какую надо выкопать яму. Если вы берете контейнерную культуру, то, естественно, стандартно она делается шире, сантиметров на 20 диаметре и сантиметров на 20 глубже. Вот это все пространство, когда вы воткнете туда вот этот ком земляной, нужно засыпать. Засыпается обычно хорошей плодородной землей и добавляете туда ведро или даже два ведра перегноя. Вот минеральных удобрений, особенно при посадке во второй половине лета, я бы, честно говоря, в посадочную яму добавлять бы не стал. Почему? Минеральные удобрения могут вызвать интенсивный прирост. И вот эти приросты, несмотря на то, что растение адаптировано уже к нашим зимам, для нашего района, все-таки могут повредиться морозами. Ну и еще одно основное правило, собственно, как и для всех плодовых культур. Ни в коем случае корневая шейка не должна быть заглублена вниз. Поэтому при посадке корневую шейку, ну вот у такого большого саженца, стоит даже приподнять на 4-5 сантиметров над уровнем земли. Оно потом постепенно все равно осядет. Конечно, помним о том, что сразу после посадки ваш саженец черешни нужно обильно полить. Вот под такой саженец пару ведер воды постепенно вливать. И, конечно, потом желательно хорошо замульчировать. Вот таким образом полная гарантия того, что ваш саженец приживется. Очень часто саженцы продаются, вот как в нашем случае, у которых нет ярко выраженного лидера. Ну, такую операцию вы должны сделать самостоятельно. То есть оставить один из побегов каким-то центральным. Для этого, кстати, сказать, его желательно вот к такой направляющей привязать. А второй укоротить, сделать его подчиненным. Но это если вы делаете посадку в первой половине лета, до июля. Если же вы опоздали и садите во второй половине лета, эту операцию лучше оставить до весны. До тех пор, пока ваша черешня не вступила в пору плодоношения, первые годы, стоит обрезать 1-5 часть всех побегов. Несмотря на то, что я сказал, что у нас уже районированные сорта, хорошо переносящие нашу зиму, тем не менее, помочь дереву стоит. Для этого надо его соответствующим образом удобрить. Поэтому осенью 2-3 столовых ложки суперфосфата на квадратный метр проекции кроны. Ну, для такого дерева тут где-то 4-5 ложечек столовых положить, и будет хорошо, естественно. После этого тщательно полить надо. Вырастить урожай черешни – это еще полдела. Как его сохранить – вот это важно.